Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоргин. Часто любители астрономии интересуются вопросом долговечности телескопов, особенно зеркальных моделей. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор телескопа, выпущенного в конце 80-х годов XX века в Советском Союзе, который тем не менее и по сей день верой и правдой служит своим владельцем. Итак, встречайте, легендарный МИЦАР или ТАЛ-1 производство новосибирского приборостроительного завода. Телескоп собран по оптической схеме рефлектора Ньютона на экваториальной монтировке, установленной на алюминиевой колонне с тремя опорами. И это, пожалуй, самое существенное отличие от современных моделей на треногах. Колонна обладает большей жесткостью и устойчивостью, занимает меньше места, что особенно важно для размещения на балконе. Монтировка телескопа экваториальная, немецкого типа, полностью выполнена из металла, имеет механизм установки по широте в пределах от 30 до 60 градусов с мощной фиксирующей ручкой. Две рукоятки с крестообразными головками позволяют, освободив оси телескопа, грубо производить поиск объектов и фиксировать направление. Для точной подстройки или сопровождения за перемещением объекта на обеих осях имеются механизмы тонких движений возвратно-поступательного типа с крупными круглыми рукоятками. Пределы возможных подвижек около 32 минут по часовой оси и около 8 градусов по оси склонений. Кроме того, на каждой из осей имеются координатные круги, довольно крупные и с хорошо видимой разметкой. Они без сомнения помогут в поиске слабых, невидимых в искатель астрономических объектов. Ось противовесов выполнена в виде шпильки М16, что исключает случайное падение грузов и позволяет более точно произвести балансировку. Кроме того, на эту резьбу можно накрутить и дополнительные принадлежности – площадку для установки фотоаппарата или солнечный экран. Труба телескопа крепится на монтировку в двух разъемных хомутах, которые жестко закреплены на оси склонений и, к сожалению, не имеют современного универсального крепления типа ласточкин хвост. Сама труба цельноалюминиевая, толщина стенок около 4 мм и ее жесткость несомненно превосходит современные модели. Внешняя часть трубы серая с порошковой покраской, внутренняя часть с очень хорошим матовым чернением. Главное зеркало длиннофокусное сферическое с диаметром 110 мм и фокусным расстоянием 805 мм, установлено в цельнолитой алюминиевой оправе, которая имеет три пары винтов для юстировки и центральные отверстия для лучшей термостабилизации. Здесь же на оправе находим заводской номер телескопа, дату производства и цену в советских рублях. Крепление диагонального зеркала классическое. Четыре тонкие стальные растяжки и металлический стакан с юстировочными винтами. Фокусер телескопа тоже полностью выполнен из металла. Он имеет реечный механизм с довольно плавным и точным ходом. Посадочный диаметр 32 мм, что чуть больше стандарта 1,25 дюйма. Но благодаря разрезной конструкции окулярной втулки современные окуляры держится вполне надежно. Правда стоит заметить, что выноса фокуса и хода фокусера для большинства современных окуляров недостаточно. Для их применения нам пришлось приподнять главное зеркало, удлинив юстировочные винты примерно на 15 мм. Искатель оптический 6х30 установлен на стойке с двумя кольцами, каждая из которых имеет по три установочных винта. Фокусировка искателя производится вращением окуляра, что на наш взгляд более удобно, чем у современных искателей. В комплекте поставки имеются два окуляра, Плесл 25 мм и Кельнер 15 мм, а также трехкратная линза Барлоу. Оптика этих аксессуаров не просветлена, зато корпуса полностью металлические и прослужат не один год. Также имеется набор стеклянных светофильтров с пластиковыми оправами, которые устанавливаются на окуляры со стороны глазной линзы. При визуальных наблюдениях мы применяли комплектные аксессуары. В 15 мм окуляр с 54-кратным увеличением Луна полностью поместилась в поле зрения и показала довольно много подробностей. Добавив трехкратную линзу Барлоу на увеличении 162-крата удалось увидеть более мелкие детали, однако картинка Луны стала менее яркая, менее контрастная и более мыльная. На таком же увеличении на Юпитере отлично различались экваториальные полосы, полярные потемнения и, конечно, все четыре Галилеева спутника. Ио, Европа, Ганимед и Калисто. С окуляром 25 мм на увеличении 32-крата прекрасно смотрелось двойное рассеянное скопление Хи-Аш-Персея, у ярких звездочек даже были видны заметные дифракционные лучики от растяжек паука. Туманность Ориона мы рассматривали в 15-мм окуляр, фон неба стал немного темнее, а туманность контрастнее. Знаменитая кратная звезда Трапеция разрешилась без труда. Металлический фокусер Мицара уверенно выдержит фотокронштейн с компактным фотоаппаратом и через окуляр 25 мм можно получить весьма неплохие фотографии Луны. А используя краткофокусный окуляр и оптический зум фотоаппарата, можно записать и короткие видеоролики планет для последующего сложения. Подведем итог. Несмотря на довольно почтенный возраст, более четверти века, Мицар показал приличную картинку по самым разным астрономическим объектам и какой-либо деградации зеркальных покрытий мы не обнаружили. Механика телескопа также показала себя с хорошей стороны. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Берегите и ухаживайте за своими телескопами, и они отблагодарят вас не одним десятилетием исправной работы и захватывающими картинками звездного неба. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.